Никита 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 Сначала бы Да, ну что вы тут добавить Андреев, вы просто были восхищены этим человеком Я впервые увидел такого огромного музыканта Который способен был освоить Вот пришел из Москвы Ира на племяннице Она была срочная концерта для джаза произведения Все на языке оригинала Вещи такие, что я их никогда не слышал А он у него кругозом был Гораздо шире моего Хотя это уже и в Кома работал Там я тоже прокатался Но у него было несколько таких, как я Вот Значит, человек, который способен был освоить За два дня Полуторачасовую программу Из произведений, которые он едва слышал Понимаете, когда-то Это человек С колоссальным чувством стиля Который угадывал наперед Развитие Наперед мелодию И гармонию Произведений, которые он никогда не слышал Просто угадывал Вот певица замолкает Он дальше не слышал Он дальше доигрывает Она говорит, ага, так вы знаете Вот Вот И он на меня так смотрел Да, ну типа, правильно Я говорю, я сам не знаю Ну, понимаете Человечище Машенька Когда она уже Стала на профессиональную такую дорогу Певческую И она нашла И начался дуэт Случился этот Божественный совершенно дуэт Вуаля И мне хочется Машу все выше и выше Куда-то подбросить И предложила ей принять участие В первом Или третьем В этом конкурсе Имени Квик Терсисок И они с Андреем сделали Такую удивительную Совершенно прозрачную Программу И это было так необыкновенно Особенно во втором туре Когда Все поют Там орут Громко Под фонограммы Фонограммы Заглушают Все на свете Все эмоции Все мысли Стены дрожат От этой фонограммы Неслышно исполнителя И тут выходят Два эти Перчика Андрей с гитарой Машенька с микрофоном Зал затих Просто замер И Когда Они запели песню Ее никто не узнал Во-первых Никто не понял Что это песня вообще знаменитая Известная Только на припеве Вдруг начали Поняли что это Тины Кароль Песня Известная уже В каждом углу Украины Во всяком случае А эти просто певицы Известней собственной песни Ну Да Потому что В их интерпретации В их исполнении Песня обрела Совершенно иной смысл Совершенно иное звучание И это было прекрасно И я очень рада Что Много людей вас услышали Я этому рада Я этому рада Да Творческих успехов Тебе Продолжаем Мы чувствовали Такую перспективу Уверх я никогда не слышал Чтобы на гитаре И так аккомпанировал человек Эти внутренние движения Голосов Гармоник То что можно В принципе Выразить только на фортепиатре Ну ты уже такие профессиональные Да Не Ну я должен это сказать Уже Потому что Я удивлен И восхищен Да Мы реально были восхищены Мы Да И мы Хотели Даже Он говорит У меня там немножко времени есть Может сделаем концерти какой-то из романсов Совместно Да Такой на часок Да Ну конечно У вас есть какие-то романсы Да есть Ну хорошо там Выберем какой-нибудь Часок-другой Там Денек Встретимся Да Вот Ему нужно было буквально Ну пару часов Для того чтобы Просто Определить что зачем Потому что играть проблем не было Никак Музыка Забыл человек Ну Кто не понимает Чтобы вы знали Что Музыканты Их восхищаются Музыканты Не только зрители Ну сейчас мы Исполним Дуэт Майбарати Мы пидем битрами по хиле Это один из тех Который мы хотели Эпилогом Тому концерту Который мы Задумали как-то Будучи там В автомобиле ехали Не Извините Я наплакалась Не знаю вообще Осталось что-то у меня Да Музыка Можно Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Браво! Спасибо вам большое. Сложно после таких трогательных выступлений продолжать. И все же у Андрея была потрясающая энергетика. Ему постоянно хотелось расти и развиваться. Поэтому он решает создать свой коллектив. Их пути с Виталием Николаевичем расходятся. И на свет появляется творческая производственная фирма «Вернисаж». Вместе с музыкантами он делает инструментальную программу, с которой выступает на конкурсах. А немного позже «Вернисаж» трансформируется в фольклорную шоу-группу «Казанок» со спектаклем, который Андрей гастролирует по Украине, к Дальнему Востоку, в Румынии. Это было незабываемое время. Время молодости, веселья, творчества. В коллектив «Казанка» вошли лучшие Алусины ученицы. И, конечно, другие замечательные актрисы и певицы. Одной из таких певиц была Анна Лев. С Андреем Анну связывает не только работа в «Казанке», но и многолетняя дружба. Сегодня она с нами на этом вечере. Я приглашаю на эту сцену солистку фольк-шоу-группы «Казанок». Голос украинского Барта Симпсона, киноактрису Анну Лев. Здравствуйте, я русалочка, не до мерочков, а мне лучше на сцене как-то. Андрюшенька, когда ты пригласил меня в «Казанок», я говорю, Андрюша, а что это такое? Он говорит, что «Казанок» — это эротично-лиричное этнографическое шоу. «Казанок» — это смесь «Казанова», «Казаностра» и «Кастрюля». Очень трудно было понять, что это изначально. Ну, я там играла главную героиню. Мне показали эту афишу «Сидит барышня с голым бюстом в «Казанке». Очень прилично нарисована, такая красивая, вот так вот стоят эти вот... С чего он взял, что оно эротическое? Ну, там было все немножечко такое. И когда мы приезжали в какие-то села, вешали эту афишу, украинка в «Казанке» так, эти самые стоят у нее на сисечке, и все бабки так... Фулиганы! Господи, спаси! Перестей тутки! А потом приходили до залу, и это был какой-то... Я не знаю, как это можно назвать. От когда эротичный, ну, может, «Койтус». Весь зал спевал с нами, весь зал реготал, я не знаю, кто. Потому что это было действо живое. Четыре голоса звучало. Все украинские известные песни, и на них построено было, вот как клипы, все смешки смешные какие-то ситуации. И это невозможно. И еще укладено в обрядовый цикл. Вы представляете? Вот. И нас... Важно подумать, что у нас всего шестера было, включающий, Гаврилова звукорежиссера. И мы сами таскали эти ящики с костюмом, эти стойки скручивали. Я падала на мороз, сказала, что у меня пространственный кретинизм. Так мне ничего не доверяли. Вот. Ну, добре. Хочу еще сказать, что я, в принципе, в той час была лиричный, психоделично-шизофреничный банк самостейный. Я спевала письм, которые чему-то не воспринимались нашим керевництвом. Зверху. Вот. И объехали мы Чорнобиле. И в первые дни Чорнобиле я там была. И Андрюша сказал, что нужно сделать посвящение. Я его не послушалась, так без посвящения я оставилася. Это неважно. Он услышал мою песню «Колискова для мутантика», которая перекрестила мне всю мою карьеру. Но, благодаря Казанку, этнографическому и эротическому шоу, эту песню слышала вся Украина. Мы объездили все, все, все эти промерзли клубы. Это так страшно. Перед выставой 3 литра самогона. Иначе не начинаем, потому что холодно, холодно, страшно. И мы разогревали зал. И весь зал, аж скалчав, так им было весело. Что-то я очень много рассказываю, лучше заспеваю. Я сейчас не буду спевать красивым голосом, потому что все-таки заспеваю любимую песню. Андрюши. Я много была в Чорнобиле, потом мне стали снитись кошмары, и у меня были такие песни, как «Украинский некрофеличный танго», «Демократичные оргии», «Колискова для мутантика». И Андрюша знайшов мне в своем концерте, в этой виставе, место, где я могла висказаться, где не было никакой цензуры, где мы могли спілкуваться на рівне с народом. Это очень приятно было, я ему очень благодарна. А песня началась так. В залі хворі є? Не могу. На чём? На чём? Це добре. Зараз я вас трішечки полікую. Увага не мій голос. Розслабьтеся. Заплющите очи. Вважайте, что вы цицкова дитина. А я мать ваша. Слухайте радіоактивної колискової. Ах, спи, моя дитина, спи, мой дивный сын, а чи, может, донька Не знаю, я медицина. Спи, мій маленький мутантику, Дай с тобі, мама, талантику, Що ж тобі ще зможу дати, Кровинка моя дурнувата. Третье оченятко, Дуже хоче споти, Вийми ніжку з носа, Не дивись так косо. Спи, мій маленький мутантику, Дай с тобі, мама, талантику, Що ж тобі ще зможу дати, Кровинка моя дурнувати. Рученята, люлі, З восьми пальців дулі, Некрутий рідненький, Мій жовто-синелький, З восьми пальців дати, Кровинка моя дурнувати. Багато, 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 Наскільки смілива людина була у тих часах, Наскільки тонка, Як він відчув, Що в мене дійсно українські пісні, Це моя душа, Я вже не сильно перетягну. Ні? Ще щось заспівати. Ще щось. Я хочу просто заспівати пісню, Яка була з того казанка нашого. І я хочу, щоб всі ми разом заспівали, Бо коли людина почує, Там він все бачить і все чує, Він зрадіє. Пісня еротіччя сімнадцятого століття. У мене єдине прохання підспівувати мені, будь ласочка, так? Всі музиканти, у всіх є вушка, Слова запам'ятаємо і будемо підспівувати. Пісня называется Не давала, Не давала, Тай дала. Не давала, Не давала, Тай дала. Эй, всі разом. Не давала, Не давала, Тай дала. Не давала цілувати біле личко, Тай дала. Рибали! Не давала цілувати біле личко, Тай дала. Чорнявая, 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 У мене Все єність. Чорнявая, Чорнявая у мене. Кучерява, кучерява у меня, everybody! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok И презрение к будням, презрение к мелочам, презрение вот такое, к ничтожному. Андрей был человеком высоких устремлений, хотя я весь суру. Обратите внимание, я тоже хочу ошивать внимание, когда вспоминаешь Андрея, всегда улыбаешься. Это неспроста. А еще вот такое количество хороших слов, которые говорят многие люди сегодня, многие сегодня пришли, говорят о том, что у него была особенная, не была, есть особенная черта, он любит людей. И люди эту любовь чувствуют, и к нему шли. Я больше ничего не буду говорить. Я к сегодняшнему вечеру написал небольшое сихотвение, нигде я его не читал, потому что он написал буквально позавчера. Вот, я его сейчас прочту. Он называется «Разговор с Андреем». Вот, да, еще. Вот в том самом хоре, который сегодня тут мне выступал, Андрюша, конечно, был главный, когда приходил. А я в третьем ряду пою самое главное после пьяния «Господи помилуй». Вот, и «Аминь». Это тоже еще важные слова, ты не зря, я не шучу это. А сегодня называется «Разговор с Андреем». Я, Андрюша, такое недавно заметил, и смеяться бы, друг, надо мной не спешил. Вспоминая о тебя, вспоминаю о свете, свете доброй твоей и веселой души. Были планы у нас, не страшили преграды, эх, споем, натворим, лишь искусство любя. Но Господь рассудил, чтобы с ним был ты рядом, ну а мне задержаться, молясь за тебя. Ты заботой ужил, было ясно без слова о жене, о семье, о судьбе сыновей. Не тревожься, они под надежным покровом сохранит Божья мать их заботы своей. Там, где ты, все иначе, там каждый приносит Богу лучший свой дар, отложив в суету. Ты отдашь красоту, нашу теплую осень, песни, радость дружить и свою доброту. Во Христе мы одно, значит, дружи, ты близко. Наш Господь, если любовь тот, кто любит, живет, любим, помню тебя, музыканта, артиста. Голос светлой души нам, как прежде, поет. Спасибо. Браво! Спасибо вам огромное за эти слайки. Спасибо.